Теперь контейнеры с эффектами и параллельные эффекты — это две новые функции, добавленные в Reaper 7. Так что если вы используете более старую версию, такого поведения для вас не будет. Итак, гитарная дорожка настроена вот здесь. Давай послушаем ее. И давайте предположим, что мы хотели бы добавить к ней некоторые эффекты. Переключись на эффекты трека. Допустим, мы хотим добавить эквалайзер, компрессор, задержку и реверберацию. Но, как ты заметишь, эти два эффекта в некотором роде связаны друг с другом, поскольку они основаны только на времени задержки и реверберации, в то время как они действительно влияют на прямое звучание. Так что, возможно, ты захочешь разделить их на группы или контейнеры. И мы можем сделать это, выбрав Rack и Compression, щелкнув правой кнопкой мыши и переместив эффекты в контейнер эффектов. Теперь они отображаются вот здесь. Это контейнер с эффектами трека. Давай проделаем то же самое с задержкой и реверберацией. Щелкни правой кнопкой мыши и перемести эффекты в контейнер. Теперь на этом треке у нас есть два контейнера эффектов для эквалайзера и сжатия, а также для задержки и реверберации. И мы можем переименовать их, нажав F2, чтобы запомнить, что они делают, что поможет нам. Если вы хотите обойти наш эквалайзер и сжатие вместе, мы можем обойти это прямо здесь. Мы сделаем то же самое без задержек и реверберации. А еще мы можем использовать их в качестве контейнера. Я мог бы щелкнуть правой кнопкой мыши, перейти к эквалайзеру и сжатию, и теперь мы просто видим эти два эффекта как группу. Или мы могли бы выбрать задержку и реверберацию и просто увидеть эти два эффекта как группу, которые опять же мы могли бы обойти вместе здесь, отключив эквалайзер и сжатие. Или задержку и реверберацию, чтобы разделить их эффекты. Но это будет звучать точно так же. Это просто предназначено для того, чтобы сгруппировать вещи в организационных целях. Но это также может быть полезно для автоматизации. Мы могли бы выбрать способ реверберации. Допустим, мы хотели бы включать и выключать эти эффекты в какой-то части песни. Раньше нам приходилось делать это отдельно, используя два разных конверта. Теперь мы можем сделать это с помощью одного. Мы можем перейти сюда и выбрать «Показать конверт дорожки для обхода». А теперь он отображается вот здесь. Мы можем создать несколько моментов. Поднимите этот вопрос. Теперь мы обойдем его здесь по обоим фактам. Так что если вы нажмете вот здесь, все они будут включены. Нажми вот здесь, задержка и реверберация, весь контейнер будет обойден. Подойди сюда, и они снова включатся. Таким образом, это избавляет нас от этого дополнительного шага, поскольку мы можем легко включать и выключать группу эффектов. Но давай проясним этот вопрос. Давай проверим другой способ, которым мы можем это использовать. Давай перейдем к нашим вещам. Что такое Эд и Ик? Допустим, мы хотим сжать только верхнюю часть гитары. Мы могли бы отфильтровать нижнюю часть. Поднимите верхний конец, а затем сожмите после этого. Это подтягивает верхнюю часть, но мы не слышим остальную часть гитары, а именно так она звучит, когда мы обходим ее стороной. Мы просто слышим эффект. Если мы хотим создать этот эффект параллельно, мы могли бы выбрать оба эффекта и переместить их в контейнер. Давайте переименуем этот эффект и отрегулируем его с помощью ручки смешивания для контейнера. Или мы могли бы запустить контейнер полностью параллельно. Давай снова установим стопроцентную влажность, щелкнем правой кнопкой мыши и запустим выбранные эффекты параллельно с предыдущими эффектами. Теперь мы можем видеть с помощью этих двух строк, что этот эффект выполняется параллельно предыдущему эффекту. Но в данной ситуации у нас его нет. Давайте создадим его с помощью эквалайзера. Я поставлю его перед собой. Давайте переименуем его в фиктивный эффект. Теперь этот контейнер эффектов работает параллельно с этим, или по сути с сухим звуком. Это и есть сухой звук. Это и есть влажный звук. Так что теперь регулятор влажного микширования здесь по сути является регулятором громкости контейнера эффектов. Так что мы могли бы постепенно увеличивать его, чтобы попробовать. Чтобы гармонировать с сухой гитарой, которая сейчас находится прямо здесь. Давай попробуем проделать то же самое с нижней частью. Давай выключим эту часть. У нас есть любой компрессор для вопросов и ответов. Давай поместим их в контейнер для эффектов и дадим ему название. Мы будем выполнять это параллельно. Давай выключим это, чтобы не слышать сухого звука, перейдем к нашему IQ, переключим его на низкие частоты. Нужно просто сосредоточиться на самом низком уровне, тогда мы сможем сжать его и смешать это с прямым звуком. Вставь его обратно, отрегулируй ручку мокрого микширования, которая по сути является регулятором громкости для параллельных эффектов. И снова включи высококачественную компрессию. Таким образом мы создали два отдельных контейнера, работающих параллельно для достижения этого эффекта. И в качестве эффективного эффекта это по сути прямой звук. До этого низкий уровень и высококачественная компрессия. Так вот, это еще одно применение контейнеров эффектов и параллельных эффектов. Но мы могли бы также использовать это, если вы хотите, чтобы обработка спецэффектов выполнялась параллельно. Давайте удалим эти два. Допустим, мы хотим добавить гитаре задержку. Давайте добавим задержку чтения. Сделай это на половину ноты. Допустим, мы хотим отфильтровать эту задержку. Мы могли бы добавить фильтр. Я уже сохранил один из них здесь в виде цепочки эффектов под названием Filter Mode, который модулирует КЦ. Но обратите внимание, что это влияет на прямой звук и задержку. Давайте добавим к этому фазор. А также панорамирование. Я выберу форму для пинг-понга. Просто выберите ширину и частоту вращения. Так что это звучит примерно так. Давай добавим сюда реверберацию. Но опять же, все эти эффекты, которые мы добавили, также влияют на сухой звук. Мы просто хотим, чтобы они повлияли на задержку. И мы можем сделать это с помощью контейнера. Просто выберите все эти эффекты, переместите их в контейнер и запустите контейнер параллельно с дорожкой или этим фиктивным эффектом. Мы отключим сухой звук, а громкость задержки можно регулировать прямо здесь. Но теперь обратите внимание на то, что сухой звук совершенно сухой. В нем нет нашего фильтров, фазера, панорамирования или реверберации. Все эти эффекты просто присутствуют в нашем контейнере. Так что переименуйте его. И мы можем настроить его с помощью кнопки «Мокрый» прямо здесь. Таким образом, задержка — это фильтрация, фазирование, панорамирование с реверберацией, в то время как сухой звук — это абсолютно сухой звук. У меня нет ни одного из этих эффектов. Но если мы хотим добавить реверберацию ко всему, мы можем ее переместить. Нажми Alt на ПК, Option на Mac. Теперь она больше не находится в контейнере, а находится на остальной части трека. Так что мы по-прежнему будем слышать ее с сухим звуком. Наряду с задержанным звуком, который фильтруется, фазируется и панорамируется. Это всего лишь несколько примеров того, как мы можем использовать контейнеры эффектов и параллельные эффекты в Reaper 7. Повторяю, это не работает ни в одной из предыдущих версий Reaper, но вы можете видеть, насколько полезной может быть эта функция. Вот и все. Это контейнеры эффектов и параллельные эффекты в розничной торговле. Я надеюсь, что ты чему-то научился. Надеюсь, ты сможешь это использовать. И увидимся в следующий раз. Спасибо. Бинго, мальчики, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...